ПАО «КАМАЗ» Показал владение эталонной бригады. Руля не только на работе. Женщины-руководители автограда встретились на картодроме, чтобы выявить самых быстрых. Центральное событие этой недели – годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ». Площадкой мероприятия вновь стал IT-парк. И также традиционно собрание не ограничилось одним лишь заседанием в зале. Сначала члены совета директоров заложили памятный камень. Потом запустили новое производство. И только потом… Впрочем, все подробности основных моментов ключевого события в жизни компании в нашем первом репортаже. Программа сегодняшнего собрания стартовала на прессово-рамном заводе. Здесь торжественно запустили линию производства алюминиевых топливных баков. Производство не только современное, но и для страны уникальное. Если раньше баки приходилось заказывать за рубежом, теперь их будут производить прямо здесь, в набережных Челнах. «Сегодня это уже производство запущено, и мы можем приобретать, вернее делать эти баки сами самостоятельно. Мы получили не просто новые современные технологии, это прорывные технологии не только для КАМАЗа, но и для всего автопрома». На самом собрании об итогах работы в 2018 году отчитывался генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин. Так, чистая прибыль автогиганта за прошедший год составила полтора миллиарда рублей. А выручка группы предприятий – более 186 миллиардов. Одним из самых успешных стал проект по поставке 100 электробусов в город Москву. В этом году КАМАЗ выиграл аналогичный заказ, а сам контракт стал самым большим на электробусы в Европе. «Всего в 2018 году мы произвели и реализовали 38 382 автомобиля, в том числе 8 858 нового модельного ряда, что больше на 62% относительно показателей 2017 года». Важной точкой в новой истории КАМАЗа стало открытие завода «Каркаса Кабин», который способен выпускать 57 тысяч каркасов в год. Кроме того, 2019-й станет годом выпуска на рынок автомобилей серии КА-5. Планируется, что в этом году выйдет тысяча таких грузовиков. Запуск данного проекта должен обеспечить будущее завода на ближайшие минимум 15 лет. Резкая смена модельного ряда редко проходит без болезни, поэтому важно провести качественное внутризаводское тестирование автомобиля и уже в конце года запустить серию. В планах предприятия развитие продаж газомоторной техники, а также подготовка производства деталей для выпуска нового семейства тяжелых грузовиков. Первым из них станет самосвал 6595, который появится на рынке в конце 2020 года. Этот объект позволит детям, молодежи с самого раннего детства приобщаться к технике, пробовать себя за рулем автомобиля, пробовать себя конструктором, наглядно здесь же испытывать свои изделия, которые можно будет им делать в этих лабораториях. Так уже после собрания была анонсирована закладка проекта «Технограда» – многофункционального спортивно-образовательного центра. Это будет комплекс дошкольного и среднего образования, в территории которого, кроме прочего, расположатся трассы для картинга, багги и грузовиков. Здесь же появятся музеи КАМАЗа и команды КАМАЗ-Мастер. Этот центр станет своеобразным подарком автогиганту к 50-летнему юбилею. Тагир Закиров, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко. Вести КАМАЗа. На автомобильном заводе КАМАЗа кипит работа. Казалось бы, в чем тут новость? А вот в чем. Здесь приступили к интеграции системы МЭС в рабочие места. МЭС – это аббревиатура. В переводе с английского расшифровывается как «производственная оперативная система». Она визуально изменит облик главного сборочного конвейера. Он станет еще более современным, светлым и прозрачным. Прозрачным станет вся система работы на финишном производстве КАМАЗа. Как это работает, расскажет Алсу Валеева. Прямо сейчас на заводе зарождается новая эра. Сборка автомобилей переходит на новый уровень. Сейчас каждый слесарь МСР перед началом работы должен найти в комплектовочной ведомости операции, которую ему предстоит выполнить. А после установки деталей поставить специальный штамп в контрольной карте сборки автомобиля. Так вот, одно из самых заметных улучшений, которые привнесет МЭС – это отказ от бумаги. Каждый процесс сразу цифруется, а вся информация по автомобилю в итоге сохранится в его электронном паспорте. Мы сейчас обеспечиваем терминалами МЭС, на которых будет отображаться электронный технологический техпроцесс, с помощью которого слесарю не нужно уже думать, как ему собирать. Это будет отображаться на мониторе. Ему будут понятные, удобные инструкции, с помощью которых мы обеспечим именно качество продукции для сборки, подсборочных операций, также на воротах качества. Система МЭС – это такой своеобразный мозг производства. Каждая операция под его надзором. Контроль тотальный, но и помощь незаменимая. МЭС не только подскажет, какую конкретную деталь установить на конкретный автомобиль, но и определит, правильно ли выполнена операция. И, если нет, не даст дело двинуться дальше. Брак сборки не пройдёт. Берётся сканер, вносится штрих-код с бака, который пришёл. Устанавливается на автомобиль, ставится отметка «Ок», установлен на автомобиль. Параллельно с монтажом терминалов ведётся обучение. Учебный класс автомобильного завода постоянно принимает новых учеников. Задача – обучить персонал пользоваться системой. На сентябрь намечен её запуск в опытно-промышленную эксплуатацию. Как только закончатся работы на ГСК-2, примутся за участок сборки кабин нового поколения и так далее. Затем система шагнёт в агрегатное производство. А на прощание нас заверили. Совсем скоро мы просто не узнаем автомобильный завод, который буквально переродится. Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Мечта перфекциониста – эталонная бригада. На приёмку по участкам 131-го цеха отправились эксперты завода запасных частей и компонентов и наши журналисты. Рассказать есть о чём. Эргономичные рабочие места, ускорение всех процессов производства и экономия средств. И даже автономный участок с собственным источником электроэнергии. 131-я бригада по механической обработке кареток, колец и сборке синхронизаторов стала эталонной всего за 4 месяца. Эргономичные рабочие места внедрили по всему цеху, заботясь о каждой детали. Было принято решение изготовить дополнительную тару по принципу покойока, где как раз-таки исключаются забоины, соприкосновения деталей друг об друга и забоины по валу. Для удобства рабочих каждая ячейка пронумерована. Благодаря переменам производство на участке ускорилось. Теперь за одну смену изготавливается 135 деталей вместо 90, как было ранее. Для этого потребовалось изменить подход к процессам. Не было поддонов, погрузчик не мог подъехать, что я вручную никак тяжело было вытаскивать его. Сейчас нам сделали поддоном с роликами и мы вытягиваем его аккуратненько. Спроектировали спецтару. У нас еще до этого недавно была обыкновенная тара. Человеку приходилось нагибаться, было очень неудобно. Сейчас более эргономично это все. Уникальность участка заключается и в том, что он автономен. Электроэнергия и сжатый воздух проводятся как от заводской сети, так и индивидуально. Установленный компрессор обеспечивает сжатым воздухом все четыре станка, что позволяет работать в круглосуточном режиме и снизить затраты на энергоносители. Без новшеств не обошлось и при освоении новых деталей. На нашем заводе первое среди всех заводов было внедрено по каёка. Был, значит, дефект по соосности детали. После этого было внедрено ответная деталь. Теперь мы проверяем каждую деталь стопроцентно на соосность. Внедренные новшества не предел для бригады. На производстве планируют выпускать детали для грузовиков нового поколения К-5. А значит, очередные перемены впереди. Виктория Евсеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. В КАМАЗовский оздоровительный комплекс «Соулык» съехались спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, но лишь для профилактики. С началом купального сезона в Татарстане объявлен месячник безопасности, в рамках которого специалисты обучают детей правилам поведения на воде, а также оказание первой помощи утопающим. Одними из первых слушателей таких уроков стали камазята, отдыхающие в оздоровительном лагере «Крылатый». Спасатели – сотрудники ГИМС в лагере, и для детей это настоящий праздник. Ведь люди в погонах приехали к ребятам не просто так, а чтобы провести очень нужный именно летом мастер-класс. Детей научили, как вести себя во время водных прогулок на лодках и катерах. Человек может заходить на борт судна, моторной лодки или катера, и до конца плавания он должен находиться именно вот в таком спасательном жилете. Дети на это реагируют очень хорошо. Эти у нас мероприятия проводятся ежегодно, и, соответственно, приносят очень большой вклад, когда дети узнают, каким образом себя вести в определенных ситуациях. Следующая тема занятия – первая помощь при утоплении. Это знать обязательно, ведь в лагере есть выход к воде. Как это делать, спасатели продемонстрировали на манекене. Я это все знала, и эти правила я соблюдаю и стараюсь соблюдать. Есть правила введения себя на воде, которые мы сегодня уже объясняли детям. Вот это если будут соблюдать и в лагере, и с родителями на пляже, и без родителей на пляже, то, думаю, все будет хорошо. Такие уроки спасатели проведут во всех камазовских лагерях комплекса «Соулык» – «Солнечным» и «Звездным». О правилах оказания первой помощи и поведения на воде будут беседовать во всех четырех сменах. Поэтому полезное знание получат все отдыхающие здесь ребята. Кристина Маматова, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Кто в автограде из главных – всех быстрее. Этот спор помог решить турнир по картингу на призы команды «КамАЗ-мастер» среди женщин – руководителей города. На несколько часов из топ-менеджеров предприятий участницы превратились в соперницы. Полем битвы, как показала практика совсем не слабого пола, стала гоночная трасса. 30 дам сели за руль «Картов», однако дошли до финиша и поднялись на подистал вовсе не все. Их пути в жизни автограда совершенно разные. Но в этот вечер они сошлись на одной гоночной трассе. Представители бизнеса, работники исполкома, руководители СМИ и топ-менеджеры КамАЗа – все стали на несколько часов настоящими гонщицами, которым предстояло не просто покорить трассу «Картодрома», но и доказать себе, что они могут добавить в копилку достигнутых целей еще одну. Гонки – это, конечно, соревнования железа, моторов, силы. Всегда так описывается, мы всегда так видим. И мы сегодня и ожидаем, и увидим гонку изящности. Это же классно просто. Неважно, какое место вы займете, масса удовольствия, адреналина, который, в общем-то, и больше, наверное, запомнится даже, может, вам, а чем зрителям, потому что вы будете это ощущать, находясь внутри вот этого болида спортивного. Получали удовольствие от гонок в этот вечер действительно все, кто пришел поучаствовать и поболеть. Дома оказались далеки от стереотипа медлительных женщин-водителей и показали бешеную скорость уже на квалификационных заездах. Что? Кто первый? Впечатление внутреннее такое, чувство адреналина. И такое немножко, все равно вот эта вот скорость, она немножко дает все-таки страх. Но я пытаюсь его преодолеть. Просчитывать шаги участницам помогали профессиональные спортсмены, пилоты КАМАЗ-мастера. Уже к финалу девушки почувствовали себя настоящими асами в гонке, а группа поддержки не могла скрыть переживаний. В итоге самой быстрой оказалась директор по маркетингу и рекламе «Римдизеля» и по совместительству бывшая ведущая программы «Вести КАМАЗа» Людмила Трейстман. Все равно какие-то женские стереотипы о скорости, они существуют. Поэтому говорят, что мы медленнее ездим и осторожнее. Где-то, наверное, на втором полуфинале я поняла, что предела скоростям нет, нужно просто рвать. В этот вечер все участницы без исключения получили заслуженные памятные призы и доказали, что женщинам по плечу любые испытания. Тагир Закиров, Любовь Захарова, Радик Ганеев, «Вести КАМАЗа». Преподаватели и учащиеся детскую художественную школу номер один отправились за вдохновением на автомобильный завод. Около 20 человек посетили главный сборочный конвейер. Где наблюдали за сборкой кабины и автомобилей, а также за свадьбой и установкой кабины на грузовик. Раньше жанр таких зарисовок называли соцреализмом. А как сегодня? Творцам вопросы задавали наши корреспонденты. Десять преподавателей и десять учеников – все художники. Такой состав этой необычной группы. Они, как и любые творческие люди, живут чувствами и подпитываются вдохновением. Так что поездка на «КАМАЗ» для них – это прежде всего эмоция. В последний раз я была в 86-м году на «КАМАЗе». То есть очень сильно изменилось. И приятно, что не в худшую сторону, а в лучшую сторону. То есть производство развивается, здесь все здорово. Сборка автомобилей осуществляется из отдельных узлов. И в конце машина своим фоном выезжает. Это нечто такое, как бы вдохновляет, это вдохновляет, понимаете. Но мастера были бы не мастерами, а дилетантами, если бы не воспользовались случаем и не устроили на конвейере пленэр. Каждый тут нашел себе сюжет для зарисовки. Впечатления очень большие. Я таких «КАМАЗов» больше нигде не видела. Только сейчас увидела, они такие гигантские, боже. Впечатления – вот. Как выяснилось, это не только летняя практика, но и подготовка к конкурсу «КАМАЗ. Гордость города». Ожидается, что он вырастет с городского уровня до всероссийского. Поэтому реализм как никогда интересует художников. И, конечно же, без приставки – социалистический. Работы были в основном однотипные. «КАМАЗ-мастер», «Барханы». Сейчас мы уже более композиционные работы ищем. Хотим уже показать вообще производство «КАМАЗа». Так как мы живем в городе Набережной Челны и гордимся заводом «КАМАЗ». Сбор работ планируется провести в сентябре, а сам конкурс – в октябре-ноябре. Судя по наброскам, получится вполне себе реалистично. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, «Вести КАМАЗа». С этого вторника по пятницу на «Автогиганте» проходит неделя театра. Ежедневно в 18.00. На сцене ДК «КАМАЗа» новая постановка. В спектаклях участвуют актеры литературной гостиной «КАМАЗа» и творческого коллектива «Литейного завода». Бесплатные билеты спрашивайте в профсоюзах ваших подразделений. Следующую программу «Вести КАМАЗа» смотрите 8 июля в 18.00 на канале Челны ТВ. Этот выпуск для вас провели Марина Салдаева и Павел Михнов. Всего доброго! До свидания!